Любимое оружие злоумышленников Ножи, они всегда под рукой, есть на каждой кухне На обычные ножи, как этот, не нужно никаких разрешений Каждый месяц в сводке МВД проходят сообщения Как минимум о двух преступлениях, совершенных с применением холодного оружия И сегодня у нас для вас целых две такие истории Но об этом чуть позже, сейчас о других происшествиях Это Югра, территория безопасности, я Антон Войтович, здравствуйте Югорские спасатели ликвидировали пожар в Ханты-Мансийске Сообщение о возгорании жилой постройки на улице Труда поступило в полдень 17 апреля Пожарный расчет прибыл на место в течение трех минут К тому моменту пламя распространилось на территории 30 квадратных метров Была реальная угроза возгорания соседнего жилого дома Огнеборцам хватило 7 минут, чтобы локализовать огонь А спустя еще 4 минуты пожар был полностью потушен Накануне вечером в Кандинском 30-летний водитель ВАЗа 10-й модели снес остановку По предварительным данным мужчина не выбрал безопасную скорость движения Машину занесло и отбросило на металлическую конструкцию В результате происшествия водитель получил травмы При освидетельствовании у него обнаружили 0,6 промилле алкоголя И это не единственное ДТП с пострадавшим, зарегистрированное в Югре в минувшие сутки А вот пьяными за руль, кроме кандинского фигуранта, сели еще пятеро Все они отказались от освидетельствования Двое управляли машиной под шофе не в первый раз За выезд на встречу к ответственности привлекли 35 водителей Правилами перевозки детей пренебрегли 50 Итак, ножи Чаще всего именно они становятся орудиями убийства в пылу пьяной ссоры Как и в случае, который произошел в Когалыме несколько дней назад Ночью 16 апреля 23-летний местный житель поссорился со своим отцом Он схватил первое, что попалось Это был блестящий кухонный нож И нанес отцу 5 ударов в грудь 48-летний мужчина скончался на месте А его сын отправился под стражу Еще одна история, связанная с любителем ножей У жителя Ханты-Мансийска нашли целую коллекцию холодного оружия 22 штуки А попался он на распространение интимных фотографий По версии следствия, в конце прошлого года 52-летний подозреваемый решил отомстить своей подруге За то, что она решила прекратить с ним отношения Тогда мужчина отправил ее обнаженные фотографии общему знакомому У следствия также были основания подозревать фигуранта в незаконном хранении оружия В ходе обыска эти подозрения подтвердились У него дома нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, хранившиеся без разрешения А также два десятка ножей различных размеров и назначения Ханты-Мансийским межорелым следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 137 УК РФ Нарушение неприкосновенности частной жизни По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего По явлению возможных иных эпизодов преступной деятельности По изъятым ножам и патронам назначены системные экспертизы Расследование уголовного дела продолжается Все выпуски нашей программы вы можете посмотреть на сайте телекомпании «Югра» Мы выходим по будням в 17.30, а в субботу вас ждет большой итоговый выпуск в 17 часов 15 минут Меня зовут Антон Войтович, это «Югра. Территория безопасности» Берегите себя и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok